Привет, друзья! На улице та же Витрюга, на градуснике 3 градуса, но светит солнце. Может, теплицу трохи нагрела? Сейчас посмотрим. Да, погода, конечно, капец. Мороза не было, я вставала в 5 утра, посмотрела, земля была не белая. Сейчас пойдем посмотрим, живы ли там тыквы. А вдруг был мороз, я не заметила. Я уже бутылки даже не снимаю с огурцов, с кабачков, а тыквы мои-то не накрыты. Может, холодком лучше приживутся, если не сильно жарко, но не настолько же. Фунтик меня уже зовет. Стоят бедные, ну, в такой в России холодной. Недолазки. Ужас, ужас. Так, теплицу открыла, чтобы проветривалась, сорвала кубничек на завтрак. Сейчас у нас будет шикарный завтрак. Сходила за молочком, за порошком, за яйцами. Ой, надо все это взять. И иду домой. Иду домой, покажу вам, что мы сегодня будем вкусненько завтракать с Сашей. Посмотрите, какой я вчера сделала. Ленивый Наполеон. Шикарный. Сейчас разрежу, положу на тарелочки и покажу вам, какой на разрезе. Говорю, разрежу. Я вспомнила, что он не режется. Прямо лопаткой берешь и кладешь на тарелочку. Это же очень ленивый Наполеон. С клубничкой. Крем. Такой желтенький получился. Потому что яйца домашние. Ммм, супер. Сейчас будем с Сашей наслаждаться. Друзья, пришлось достать свою зимнюю гуртку. Вы не поверите. Просто прикол. Сейчас покажу вам, как растел мой мак. Посмотрите на эту красоту. Видите, я же вам говорила, главное не прозевать. О, солнышко вышло. Кстати, это из той оперы, когда солнце светит, но не греет. Ромашка растела. Ой, ветер. Вот какой ирис растел. Он голубенький. И пион. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите, какой тоже красавец. Уже он почти весь растел. Есть более пушистые цветочки. Вот, смотрите, какие. Холодно, наверное. Есть более какие-то попроще, даже странные. Интересно. А белый, он попозже расцветает. Вот, лилизы-то обалдеют. Им холод нипочем. Так, сюда пока не придумала, что посажу, друзья. Сейчас смородину откопаю, раскопаю. Яблоньку раскопаю. И так по порядку. Буду греться. Солнышко вышло. Ну, так, если где припрятаться от ветра, то немного даже подогревает. На градуснике-то всего лишь 10. Вот такая вот у нас погодка. Саша косит тут косилкой механической. А я буду свои кусты уладковывать. Так, возле яблоньки красота. Возле смородинки тоже красота. И полила водой с дегтем. Потом засыпала. Потому что муравьи кишат. Муравейники в этом году, конечно, развелись жестко. Вот это капец. Там даже где-то внизу пару яхдок я увидела. Вот, смотрите, маленькие. Маленькие-маленькие. А это была такая сортовая, крупная смородина. Очень хорошая. Она никак она не может не разрастись. То затопит. То заморозит, то еще что. Видите, какой классный компост получился. Из травы, из всяких зелья, которые полишь. Всякая фигня. Немножко землячей сверху посыпали. Все, потом сверху еще накидали травой. Трава, кстати, сверху покажу. Траву сейчас можно сгребать. Опять сюда, на низ. И будет готов. Новый компост. Жилье так быстро. Там мы уважаем кучу. Обратно. Обратный ходом много не выбираю. Сейчас тяжело не вывезти. Везу сюда, в эту клумбу. Не знаю, что это у меня теперь будет уже. И высыпаю. А потом дальше выбираю траву, осталось еще чуть-чуть. И еще приезжаю. Их отравняю, прикопаю. И буду думать, что мне тут сделать. Подхапываю и все выбираю потихоньку. Дошли луки сюда, потому что я не могу разорваться на все участки. Все по очереди, все постепенно. А поскольку тут вода очень долго стояла, то тут так сильно и заросло. Видите? Вот лилейник. Посмотрите, полный бред. Меня обдурили. Я еще по почте его заказывала, между прочим. Как сортовой. А что это? Разве сортовые лилейники так не растут? Сортовые лилейники растут. Чуть-чуть маленький прирост. И огромные красивые цветы. А тут вот прирост бешеный, как у простого оранжевого моего, что вон на горе сидит. А цветов может быть, а может и не быть. Короче, дурилово было полное. Так что продолжаю работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Все. Навела тут красоту. Подсыпала компоста. Все камешки поравняла. Все, видите, как намного красивее, когда камни все-таки подняты вверх и выровнены. А не так, что они вросли в землю, уже становится некрасиво совершенно. Это, конечно, нелегкая работа, но того требует. Так, пока это все, ничего убирать отсюда не буду, поскольку сил нету никаких. Во-вторых, пускай уже подсветет в этом году, раз оно тут выжило после потопа. А потом все это отсюда уберу, и здесь у меня будет что-то другое, наверное. Пойду сейчас посмотрю, где у меня там прирост, может быть, есть можжевельник казацкий. Я его сюда пересажу. Пускай он здесь разрастается, чтобы было красивое место. Такой один можжевельник, представьте. А потом его можно выстригать красиво. Он тут на свободе. Думаю, лучше разрастется. Читаем ему тесно. Думаю, что будет красота. И свою туйку-шар. Вон, видите, она у меня, где мучается еще до сей поры, там, где она у меня вырастала. Вон сидит, видите, как красиво. Я ее тоже сюда пересажу. Раз она здесь выжила, в такой низине, то здесь чуть-чуть повыше. Думаю, здесь будет ей хорошо тоже. А в это место все здесь пропалю, перекопаю и посажу опять под бутылки еще туйок. Я бы лучше шариков хотела, мне нравится. А Саша все кричит. Такие давай, такие. Ну да, она, конечно, красивая, когда вырастет. Но это ж сколько лет она росла до такой красоты. Вон там как-то обусела с той стороны. Надо снизу подрезать вот эти ветки, чтобы она была, стволик снизу был немножко. Вот. Когда она еще вырастет, непонятно. Ну как вам? Один можжевельничек в ту сторону будет расти. И этот в эту сторону. И туй-ка шар. Пока сидит, пока здесь. Здорово получилось, правда? А сейчас по облакам можно каких-то пород на лестничку фоткнуть, чтобы веселее тут было немножко. Красота. Прям смотрю, не нарадуюсь, как тут все зелено, зелено, красиво, все прополото. Вау, вау, вау. Ну что, освободила я наконец-то свой куст. Надо как-то серьезно браться за его лечение. С осени еще. Не знаю, чем там обрабатывать, потом ранее весной. Еще руки не доходят, все руки не доходят. Ну какие страшные ветки вообще вырезать. Я бы вообще его выкинула. Мне-то уже больно его и дали. Я тут с ним мучаюсь всю жизнь. Вот этот более-менее выходило как-то в том году. Тут тоже доходяшка. И тут это все было от одного. Один куст поделин был на четыре. Так что они все одинаково больные. Непонятно чем. Так что вот так вот, друзья. Останется тут. Еще немного доделать. Я тут траву просто поворовала. Хочу тут немного по-другому. Саша кричит, что у тебя столько энергии. Некуда энергии девать на меня. Я тут хочу чуть-чуть по-другому переделать. Ну ладно, тут пока не критично. Траву я тут трохи повыдирала. Поэтому доделаю это. Сейчас привезу компоста сюда добавлю. И камешки на место закачу. Все, Саша косит там на горке. Я косить не люблю, поэтому хай косит. Я его не привлекаю к своим делам. Тем более я эти камни не поднимаю. Откатила, прикатила назад. Вот еще. И посмотрите, как красиво получилось. Когда камни не бросшие в землю, не повалились уже, абы как, взад и вперед. А как они, когда просто стоят красивенько. Видите, как хорошо? Можно еще по краю побольше земли добавить. И что-нибудь даже и посадить. Если будет желание и время. А так я сюда траву всегда ложила. Траву, траву. А сейчас никакую траву сюда ложить не буду, потому что, получается, с этой травы, наверное, насеялась. Откуда тут травой так все позарастало? Черт его знает, короче. Сама не знаю. Сама не знаю, откуда все позарастало. Так что у меня уже здесь вырисовалась более-менее красота. Еще малину надо прополоть. Хотя я ее недавно полола. Опять вон, трава поперла. Здесь красиво. Здесь тоже красиво. Главное, не забыть мне эти свои хойники сейчас поливать. Первое время надо их хорошенько поливать. Вот так. Здесь красиво. Вокруг яблоньки. Вон, можно они птины глазки посадить. Там еще есть много. Здесь ничего не надо садить. Там можно посадить. Яблоня тоже какая-то чахлая. Она воды не любит. Молодая. Тут старые, вон, еле выживают в воде. Сюда по центру просится какое-то красивое новое растение. Но пока у меня ничего нет. Пошла спросила у Люды, где она покупала свой пион красивенный. Сказала, что в материке в Минске. Как я туда доберусь? Если в Минске я и поеду, Саша все кричит на меня, не дает покупать. У тебя и так все засажено. Некуда тебе деньги девать. Лучше купи что-нибудь вкусное. Вот. Красота. Так, пойдем сейчас покажу, как там Саша красиво выкосил прямо полосочками. Смотрите, какая красота. Когда выкошена низенько. Саша там продолжает косить. А тут, смотрите, как хорошенько. Ой, прям полоски как-то не сильно видны. Может, с той стороны. Как-то он тут косил и так, и так. Потом еще по диагонали походил. Солнце отсвечивает. Я не вижу. Не знаю, видно ли вам, как тут красиво сделано. Сейчас развернусь. От солнца. Вон, овечечки. Домой уже идут, видите. Они такие умненькие. Сейчас будут тут стоять, ждать, пока Люда позовет их. Сами домой не попрутся. Смотрите, как красиво. Сейчас зайду оттуда, где солнце. Чтобы не отсвечивало. Посмотрим, видно ли отсюда. Вот так вроде лучше видно. Смотрите, какие полосочки. И так полосочки, и так, и эдак. Прям супер красота получилась. Я вам честно скажу, я бы еще лучше поработала что-нибудь в огороде, чем идти готовить ужин. Это мое уже стало нелюбимое занятие совершенно. Но надо. Мы сегодня, кстати, с Сашей без обеда кукурузными палками перекусили. С утра как покушали вкусного тортика, так и все. Так что все, друзья. На сегодня все. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!